Точат всходы будущего урожая. Мыши – серьезная угроза для хозяйств. Нежные листья зимых – их любимое лакомство, поэтому переселяются на поля гигантскими колониями. В некоторых районах их особенно много. В Орловском, например. Там, в природной зоне для полевок, настоящее раздолье. Летом живут в степи, к зиме перебираются на посевы. В хозяйстве солнечное на борьбу с нашествием серого вредителя выходят прямо с утра. На одном квадратном метре насчитывают до 40 нор. Для решения наболевшей проблемы нашли новый способ. Биологически. Вот он. Обработанные биораствором зерна. Мышь съест хотя бы одно и тут же заразится инфекцией. Погибнет вредитель через несколько дней, но за это время успеет передать вирус десяткам своих сородичей. Разработка еще советской науки. Которая позволит, взяв культуру брюшного тифа, который является действующим веществом этого препарата, взять ее из лабораторных условий, нанести на абсолютно стерильное зерно без участия человеческих рук, атмосферы, каких-то загрязнителей посторонних. И все это довести до упаковки, закрыть и доставить до предприятия. Повторить такие тонкости биопроцесса пока не удалось никому. Выпускает бактероденцит, так называется препарат, только одно предприятие в России – Краснодарский биоцентр. Прикормка безопасна для человека и других животных, но важно правильно рассчитать объем препарата и технологию внесения. Это помогают сделать специалисты. Мы поставляем препарат в районы для сельхозных товаропроизводителей в бедрах, чтобы для более лучшего качества препарата в бедрах они упакованы в полиэтиленовые мешки. В разных районах Ростовской области бактероденцит применяют уже три года. В целом биопрепараты экономичные выходят. И они уничтожают до 90% населенность от мышей. В отличие от химических препаратов, дает гарантированный результат и при круговой обработке не только полей, любой территории. Подкрепившись при переходе границы обработанным зерном, полевки заразятся и погибнут. Иммунитет против вируса у мышей не вырабатывается.